здравствуйте друзья тут в такой форме вопрос пришел значит ссылка дается где-то полтора года назад была статья на каком-то ресурсе в зоне . ру и вот про стартап визу я в целом как бы когда люди ссылки дают вот от из той самой зоны с этой точкой значит я как бы всегда напрягаюсь внутренне потому что мой опыт такой что информация будет искаженной вряд ли специально хотя иногда и специально конечно иногда просто вот как бы неточности перевода иногда непонимание перевода пусть даже точного вне контекста там и так далее то есть как-то не знаю вот мой опыт такой но данном случае речь идет о визе для стартаперов которая была частью иммиграционной реформы которую летом прошлого года приняли в сенате верхней палате конгресса сша приняли в сенате и республиканцы и демократы в общем все за нее голосовали и совместными усилиями эта реформа была сделана но не прошла у нас на канале есть очень много сюжетов на эту тему в частности у нас есть плейлист который называется дежурные по америке и в основном то что мы там обсуждаем и вот обсуждаем историю с этой реформы как ее обсуждали как ее принимали как там дальше все получалось про эту же реформу у нас есть видео когда мы со светлана были в киеве в конце апреля прошлого года вот я там выступал на вопросы отвечал в кинотеатре забыл ленинград кинотеатр ленинград и вот там было много народу и я отвечал как раз я вот про эту реформу рассказывал и бэкграунд какой-то там к этому тогда казалось что его сейчас примут знаете так настолько был такой порыв единый вроде все но не приняли и частью этой реформы частью этой реформы был было вот это вот виза для стартаперов почему сегодня вот мне допустим хотелось на эту тему поговорить немножко потому что сегодня мы снова возвращаемся к лету 2013 года потому что сегодня как раз вот мы с вами едем а уже сейчас сколько у нас немножко больше 10 утра а соответственно в вашингтоне уже там за час перевалило и сегодня собирается конгресс нового созыва республиканцы имеют больше голосов в палате представителей где-то на уровне там сорок восьмого года там рекорд когда-то у них был вот они то ли побили рекорд то ли приблизились вот значит и в сенате тоже у них большинство и там большая программа потому что перед тем как конгресс ушел на на смену на пересменок например одним голосом в сенате не прошел закон о строительстве нефтепровода кистоун там excel значит одного голоса не хватило с этим вот но сейчас они его проведут это как бы у них в повестке дня по идее в пятницу даже сегодня должны внести законопроект в обеих палатах и в пятницу за него должны уже голосовать палаты представителей по моему там свои тонкости но независимо от того там днем раньше днем позже это по моему первое что они собирались сделать и это на самом деле очень существенное дело я считаю во многих отношениях мы туда сейчас не идем мы про иммиграцию горе и второй приоритет по срочности у них это реформа иммиграционная то есть наконец-то у них есть достаточно большинства и в нижней палате и верхней палате чтобы принять реформу иммиграционную там правда есть еще один небольшой аспекте к они хотят изменить определение того что так кому положено давать страховку по обама керу потому что то определение full time employment и который был забит в обама кер это 40 часов в неделю поэтому многие наниматели сокращали часы чтобы не платить страховку людям не покупать вот они хотят вот это изменить но это тоже это мелочевка это маленькая такая а иммиграционная реформа это более-менее серьезное дело и у республиканцев была своя иммиграционная реформа вот допустим своего там реформирования здравоохранения у них нет вот не то что они могут притискать давайте сделаем не обама кер а вот это просто ноль ничего нет но в иммиграционном плане у них есть своя реформа и она на самом деле не безумно далеко отстоит от реформы которая была тогда принята совместными усилиями демократов и республиканцев там есть пара моментов которые отличаются но 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 не фундаментальным и то что сейчас там будет происходить ближайшие два года в конгрессе сша в обеих палатах это подготовка к выборам президентским и не только президентским да то есть через два года у нас будет полностью меняться палата представителей и на треть будет меняться сенат и президент будет выбираться и это все в течение двух лет ведь меньше этом в ноябре уже уже меньше двух лет осталось считая там год и десять месяцев поэтому вот все время которое там они будут заседать все решения которые они будут принимать все делаются в вот в этом ключе об этом направлении соответственно обама будет своими декретами поскольку большинство не получит в конгрессе он очень он будет пытаться указами президентскими что-то делать а конгресс будет законы принимать тем самым убивая его указы все-таки работа президента не в том чтобы указы издавать а в том чтобы выполнять принимает конгресс вот если конгресс где-то там чего-то не принял он тогда может как-то дырки там латать а если дырки нет то соответственно и указание поэтому они сейчас накинутся на иммиграционную реформу и не исключено что вот буквально очень очень быстро очень очень скоро это все произойдет и возвращаясь к теме о визе стартаперской значит иммиграционная система которая у нас сложилась вот с 1966 года она ориентирована была на семейную иммиграцию у нас 75 процентов новых американцев таких импортированных это по семейной иммиграции и 25 по профессиональной по реформе которая тогда была принята и согласована с обеих сторон хотели сделать так чтобы было 50 процентов профессиональной и 50 процентов семейной поэтому стартаперская виза она идет как раз в разряд профессионального экономического коммерческого вот поэтому я думаю что самые светлые перспективы у этого всего наметились вот буквально у нас с вами на глазах и и я думаю что они конечно могут принимать иммиграционную реформу по кусочкам но понимаете с точки зрения с точки зрения политической с точки зрения выборов через два года конечно главный вопрос который должна решить иммиграционная реформа это вопрос о легализации нелегалов то есть речь идет не о том что там их не надо легализовывать но как кроме того выясняют что львиная доля этих людей они уже по 10 лет в стране живут они уже реально американцы не то что они вчера пришли сели на бауфер теперь требуют грин карту нет поэтому как то это все будет сделано и если уже решать вот этот вопрос с легализацией нелегалов то тогда все остальные вопросы естественным образом упакуются в эту корзину и принимается комплексная реформа если вопрос с легализацией не решать тогда можно маленькими кусочками отдельно стартаперская виза раз там увеличение квоты на рабочую визу два там запрет гринкарт лотереи 3 это как бы часть программы было закрыть гринкарт лотерею в обмен вот на все остальное поэтому я я полагаю я не знаю точно это как бы я спекулирую фактически начнут я говорю о том что скорее всего они будут решать ее в комплексе это будет единый такой пакет и очень трудно будет обами наложить вето на этот пакет потому что кричал что реформа нужно оказывается тебе голоса избирателей нужны эти то есть когда голоса идут республиканцам так ты уже и вето вешаешь ну то есть ему будет очень сложно забанить реформу наложить вето на реформу которая пройдет обе палаты пройдет надо помогать с хорошим большинством перевесом это очень-очень сложно будет это это реально нанесет удар по избирательной кампании демократов впоследствии поэтому я я вот думаю что так произойдет так что мы посмотрим у нас собственно время есть мы смотрим с интересом вперед вот и надо спрашивать вот эта реформа затронет ли она систему политического убежища нет нет это разные вещи совсем то есть политическое убежище это не миграционная политика это из другой области поэтому ну то есть это конечно это это идет под иммиграционным законодательством но это не то ради чего делается иммиграционная реформа то есть я я не помню чтобы там что-то они сильно на это дело обращали внимание хотя насколько я помню когда читал вот это все там даже какое-то еще облегчение дополнительное предполагалось вот но но это но это не то ради чего реформа делается и тогда вот наверное наверное все отвечая на вопрос молодого человека и я закончу еще раз тем что если вы серьезно каким-то вопросом интересуетесь о жизни в сша об иммиграции законах там новшествах и так далее значит скажите себе я не читаю об этом по-русски просто я я с абсолютно серьезно говорю то есть вы хотите знать первые источники вы можете читать форумы где люди обсуждают американские форумы вот беседят люди живущие в америке общаются с людьми которые не живут в америке но вот на какие-то темы такие профессиональные миграции ли там green card лотереи как форум там говорим проезд да там там есть люди которые свободно читают по-английски понимают это все в контексте того что происходит и не пытаются ничего извратить или там кого-то изобразить там жуликом или идиотом вот можно там например но во всяком случае тем если вы же вы хотите жить сша учить английский это самый замечательный способ получить английский это читать материал который вас интересует реально вот возьмите словарик и выписывайте словечки заучивайте читайте лучшего способа изучить язык нежели погрузиться в материал который для вас важен не существует ну я субъективно конечно счастливо